Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Мехабелум, режим выживания. Эта серия специально для Косиченко Руслана, а то он как-то сильно нервничает по поводу ракет. Дружище, ты пойми, что ты смотришь записи, и поэтому я могу сесть, поиграть 4 серии 2 часа подряд, а потом несколько недель в Мехабелум вообще не играть, или там неделю вообще не включать, больше игры никакие. А выкладываю я их по расписанию, которые можно в описании канала посмотреть. Поэтому то, что много кто писал про ракеты, я в курсе. Я все комментарии читаю, на все пытаюсь отвечать, поэтому знаю. Но все эти комментарии про ракеты были написаны после того, как все эти серии были отсняты уже. Тем не менее, я уже отвечал, что попробовал я без ракет, да, и всегда первый раунд сливается без ракет. Вообще всегда. Ну, как вообще всегда. 5 раз я запустил, не ставил ракет в первом раунде, и всегда его проигрывал. Да, мне написали, что первый проиграть не страшно, это типа дешевые раунды. Согласен, логично. Но там же писали, что до пятого нету проигрышей без ракет. Так вот, они есть. Они есть, и специально вот я сейчас буду играть вообще без ракет, чтобы показать. Мне понравилось, что ты посчитал там, прикольно, что я потратил 16 ракет за всю игру на 800. Но опять же, за 800 можно купить 2 апгрейда. Ну, 3 в лучшем случае. Они погоду не сделают. Поэтому по-любому надо делать апгрейд юнитов по-любому. И когда одна ракета за полтос сжигает отряд юнитов за сотку, это называется эффективность. Как бы военная эффективность. То есть дешевый боеприпас должен уничтожить более дорогую цель. Потому что любая война, она строится на экономической базе. Ну ладно, я тоже как бы в сторону пошел. Мы там в Дискорде обсуждали тоже эту историю, что сильно от рандома зависит. Потому что на каждый уровень есть несколько наборов юнитов у врага. И он их выставляет случайным образом. Поэтому тоже, когда писали, что не надо разных юнитов брать. Возьми 3 варианта и их вкачивай только и все. Да, а потом ты наберешь 3 сухопутных юнита, которые по земле только бьют. А комп выставит пачку фениксов и разнесет тебя. Поэтому рандом и прочие все вещи. Так что не надо переживать. Так сильно. Играем без ракет. Не понял, а что мне не дали выбрать никого? А раньше давали выбрать. Ну вот видишь, очередное какое-то обновление прилетело. А выбора отряда у меня не было. Так, у него 4, нет, 3 жука у него, фанги и 2 ракетницы. А у нас 3 жука и 2 феникса. Значит, наша задача замочить фангов. Потому что только они стреляют по воздуху. Эти же не стреляют. Да, эти не стреляют. И тогда, и тогда наши фениксы его добьют и уничтожат. Хотя за то время, которое фениксам нужно стрелять, у них не очень высокая скорострельность, могут уничтожить и все остальное. Но опять же, я ту запись делал 3 недели назад. Ну, 2 минимум. Минимум 2. Еще давали выбор делать. Жуки, кстати, могут успеть пробежать над ракетами. Но под ракетами. Но под следующими жуками не смогут пробежать. Фангов. Загрызть фангов. Если фангов загрызем. Близко ставить не буду. Тоже на фангов отправим. А этот отряд отправим сюда, в поддержку. Так, у них скорость одинаковая. 16 и 16. Ну, можно их на одном уровне отправить. Тут стрелять-то некому. Пусть идут. А эти пусть летят за жуками, которые должны схавать фангов. Вот эти прорвутся. Вот эти прорвутся. Но может быть здесь все это начнется. Осталось 2 сотки. Ракеты не покупаю. Писали тоже в комментариях. Пользуюсь я считаю. Я пользуюсь я считаю. Это тоже. Так, нам нужно перебить быстро жуков. Жуков перебивают мустанги. Берем мустангов. Берем мустангов. И берем мустангов. Либо на центр против вот этих. На центр отправим. Скорость у них 16. Тоже они все одной волной. Эти сюда. Эти на одной линии будут. Эти подойдут. То есть они вот туда. Мустанги должны вот этих выкосить. Эти вот этих выкосить. Эти вот этих. Останется вот этот отряд. И тот. Погнали. Мустанги напали на мустангов. Хотя я рассчитывал, что они нападут на жуков. Хотя жуков тоже там они перекашивают. Там наших прогрызли. Тут наших догрызают. Но у него нет ПВО. Поэтому мы здесь выиграем сейчас. Так уж получилось. Подвезло, да. Но опять же. И версия уже не та, что была раньше. Сейчас вот добьют. И удалось выиграть без ракет первый раунд. Ок. Радуйся. Второй раунд. Ит молчит, мне нравится. Бесплатное учение счетов на 40%. Давай возьмем вот это. Снайпера. Мустанги. 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 Все. Наши жуки обречены. Наши жуки обречены, потому что их выкосит мустанги. Наши фениксы обречены, потому что их выкосит снайпера. Такс. Единственное, я не знаю, сколько отрядов жуков может убить снайпер. Так, а у него еще по отряду жуков, кстати. Жуки, жуки. Нам нужно что-то против снайперов выставить. Но явно не щит. Потому что все равно все это пойдет в атаку в ближний бой. Своих снайперов у нас нет. Вулкан нам не поможет сейчас, наверное. Хотя может. Хотя может и поможет. Хотя снайпера, может быть, отвлекутся вот сюда. Их успеют снять этот же. А этот бьет по воздуху. Нам нужно что-то противопоставить мустангам. Фиг знает, я не знаю, что против мустангов. Давай еще этих мустангов возьмем. Мустанги на мустангов. На этот фланг и на тот фланг. Качание жуков сейчас будет бесполезным. Поближе поставлю так. Помчались. Заканчиваются наши жучки. И эхо снайпера не подгрызли. Но здесь мы прорвались по правому флангу. А он прорывается по левому флангу. Сейчас, наверное, снайпера если снимет, то нормально будет. Давай-давай, стреляй, успевай. Нет, не успел. О, успел. Нормально. Хотя теперь вот этих надо еще доработать. Но они увлеклись башней. Сейчас получат еще один дебаф. Ну и мы тоже получили дебаф. Но наших как будто больше. У нас тоже прошел дебаф. Не, ну сейчас мы победим тут. Наших осталось больше. Вот смотри, второй раз. Второй раунд. Без ракет. Все как ты хотел. Так. Танки. Танков нет. Увлечение атаки на 40% для какого-нибудь июня. Потом поставим. Жучки дошли до апгрейдиков. Делаем апгрейдики. Он выставил вулканом. Иакс. И он выставил ос. Так, ну жуки прогрызут. Мустанги на мустангов. Жуки на этого. Если мы разберем. Здесь наши будут фигарить. Ос. Ос заберут. Здесь жуки на жуков. А этот пожгет всю нашу историю. Нужно что-то против... Против вулкана. Но у него дальность сколько? Сотка. Крепость. Крепость выставить. Вылезет из-под щита. Если поставить крепость там, пока она и дойдет, он тут всех пожжет, вылезет. И вулкан против крепости сразится. Давай попробуем. Максимально далеко и втыкаем сразу модуль. Сотка. Ну, через за сотку апгрейдов-то нет. У жуков тогда еще обнимать них. Полтинник. Не влазит полтинник. Сюда можно. Ах ты ж, зараза, сюда нельзя. Ну, давай ускорим. С 50. Ракеты же я не беру. Оз покосили. Удачно. Вулкан не вылазит из-под щита. Я надеялся, что он выйдет. Фиг. Если он... А, так это щит. Его он с собой вынесет, этот щит. Это трындец тогда. Хотя нет, вот сейчас начал щит падать. Ура, щит упал. Крепость занята не теме. Долбит мустангов. Но вулкана тоже кто-то сбрил. Бомба. Вовлечение ракет на 200%. Ладно. Ладно. Без ракет. Без ракет. Хакерский контроль. Я вообще эту фигню не понимаю. Не получалось ни разу им воспользоваться. За сотку купить... Не хочу. Четыре рина. Четыре рина против нас. У нас 850. Вот хороший апгрейд для жуков. Он из запчастей будет делать новых жуков. У меня была хорошая карта как-то, когда я 12 раундов прошел. Апгрейды жуков бесплатные. Ну, вот эти вот по XP, которые заполтос. И у меня были жуки в итоге. Там прям 8 отрядов 6 уровня. Вот это до 12 раунда дошел. Но в 12 раунде вылезло просто... Ну, все юниты были фениксами. Они все дело расстреляли. Потому что не было ПВО. Так, тут чего? Самоуничтожение. Они все будут взрываться. Эти гады. 4 снайпера. Крепость на рина. Рина же по земле только. Снайпер, снайпер. Но снайперы пока будут заниматься жуками. Это будет заниматься жуками. Устанги. А вот этих поднимем. Пока вроде бронированных нет. Пусть Рина расстреливают танки. И поднимем вот этого мустанга. И вот этого феникса. Погнали. Ну, феникс, смотри, одним залпом практически снес Рина. Но этот взорвался, гад. И уничтожил все, что близко стоит. Поганец прям редкостный. Сейчас тоже там взорвется. И оставшихся заберет с собой. Не пускайте его туда, не пускайте. Ребята, нет. Да, вот. Офигеть, я такой не видел раньше штуку. Чтобы они так взрывались люто. Ну все, сейчас победим опять. Четвертый раунд. Текс. Кислотный взрыв. Чет такое. О, мустанги. Ага. ХПшка на 200, но радиус на 15. Да фиг с ним, на самом деле. Давай возьмем. А радиус мы вернем. Где-то был радиус. Вот, за сотку. А, он на один ход, что ли? Фу. Думал, вернем совсем. Нет, совсем не вернем. Так, ладно, их техапгрейдинг пока они не кончились. Что тут вообще? Тут куча мелкоты всякой, да? Куча фангов. Второго уровня с дальностью на 135. Они начнут раньше стрелять, чем мы. Но у нас 2000, а тут 200. Поэтому мы подъедем и перифигарим их. Кроме того, можно еще поднять хпшки. За соточку. Всем. Всем хпшек. И нам нужно что-то. Вулканы я не взял в тот раз. А нам нужно что-то массово. Перерубающие фангов. Мустанги? Мустангов нет. Арклайты тоже. Массово будут фигарить. Дальность 90, правда. Но если они пойдут следом за мустангами. Не за мустангами? Да, за мустангами. Еще тут обряд зима. Следом за мустангами пойдут. Супеют перебить. Здесь. Один вот сюда отправим за мустангами. Супер. А, ну и смотри. Вот этот мы купим. Сейчас апгрейд. Увеличение на 40. Дальности на пятнашку потеряли. Но на 40 увеличили. Теперь у нас дальность 120. А у фангов. Кто-то здорово. 135. Я же тут смотрю. Вроде не так было. А, нет. 135. Но все равно. Теперь мы начнем раньше их отрабатывать. Здесь апгрейд делаем. Осталось сотка. Ну давай атаку еще увеличим. Погнали. Я, конечно, много мелкоты. Да, вон они начинают лупить. Издалека танки перебили жуков. А мустанги третьего уровня изничтожают третий отряд уже фанговый. Арклайты не успели дойти, чтобы начать фигарить по жукам. На что я хотел посмотреть дебаф. Ну, Арклайд, давай. Там второго уже разнесли. Этот все идет и идет. Так, ну нашу башню тоже разнесли. Но он тоже, он раньше с дебафа соскочит. Это вражеские самолеты. Ооо, это плохо. У нас крепость только по земле лупит. А, ну некоторые отвлеклись на фениксов. Арклайты не успели. Так и не успели ничего Арклайты сделать. Танки не пробиваются мустангами. И мы проигрываем. Сейчас, кстати, посмотреть надо, апгрейды сохранятся или отвалятся тоже. А то я апгрейды раньше делал, но не замечал. Теакс, вулкан. Вулкан с небес. Дальность на 20. Нет, эту я не буду снижать. Ну вот это нормальная штука. Высадить. Так, проверяем. А, нет, остались. Я думал, при сносе башни потеряется. Нет, не потерялся. Так, там кто-то себя очень плохо чувствует. Мустанги. Нет, не надо так. Поднимем их здоровье. Вулкан будет долго появляться. Сюда его высадим. Вот этих жуков пожечь. Хотя, скорее всего, он их расстреляет до того, как. Нам надо как-то исхитриться, снести его вулканы. Снайпера эти перегрузят. И плавилку, и два здоровых корабля. А колесики, вот, кстати, они против, вот, против крепких юнитов. Вот колесики можно попытаться. Можно не пытаться. Колесики, потому что только по наземным. Нам бы что-нибудь с авиацией. Можно еще феникса достать. Достанем феникса, чтобы сносить и овернорд, и как называть фигня. Здоровую фигню, чтобы сносить. Летающую. Жгет, жгет всех наших мустангов. Фениксы начинают сносить танки. Мустанги атакуют плавилку. Там, там фениксов разносит снайпер и корабль. Эти все кидаются на башню. Башню снесли, дебафнули. По плавилке дали пару залпов, но мало. Начинает наш вулкан работать. А мы теряем свои фениксы на вой второго. Нам бы успеть обязательно снести корабль. О! Под ним выстрелом. Двумя. Нифига себе. И последний снайпер. Ну, я думаю, он обречен. Победа. Пока только один раунд проиграли. Седьмой. Что тут есть? Количество юнитов до трех. Денег столько нет. А вот бесплатный ракетный удар. Это да. Это приятно. Вот сюда сейчас ракетным ударом. И ввалим. Вот это дело быстро не будет двигаться. А это не тот, который... Фу, блин. Думал, это удар, который несколько в ряд делает. Снайпер снесем. Фиговенько, фиговенько. Так, с этих лечим. А этих уже не вылечить. Эти обречены. Сейчас отвалится юнит. И те тоже. Не набрали вы экспы, к сожалению. Значит, эти фениксы сейчас улетят. Да и танки эти тоже сейчас улетят. Крепость зато накопила. Вот хороший апгрейд. Она будет фангов выпускать. Хотя нам сейчас... Ну, дальше фениксов пойдем. Пойдем дальше фениксов, чтобы все это дело расстреливать. Джамп-драйвы быстрее улетят. Такой Амкрык не очень. И танки возьмем еще одним. Потому что сейчас у нас отряд отвалится. Два-три отряд сейчас отвалится. Эти пусть вылазят из-под щита. А у этих щита нет. Здесь мы их будем расстреливать. Полтинник. Что-то полтинник-то есть. Скорость. Ну и скорость возьмем. Фиг с тобой. Можно сейчас вынуть две сотни, чтобы в следующий ход потерять три сотни. Апнуть мустангов. Ну и в общем-то и все, да? 200 останется. Все апгрейды дороже. А вот танковый только. Деление урона на три взвода. Давай, ладно, сделаем так. Ой, блин, а что-то не вышло. Две сотки. Блин, две сотки за три сотки. А блин, две сотки. Неправильно сделал-то. А ладно, щит тогда поставим. Не то. Сотворил не то. Погнали. Че, убили хоть кого? Нет, пол снайпера снесли, пол арклайта. Ничего не вышло особо. Там колесники прикатили, про которых я думал, но не стал. И выжигают наших мустангов. Есть выбили одного-второго. На левом фланге не очень дела. Но наши уже туда идут. Ну, фениксы-то, кстати, мощно наваливают. Башню снесли, дебаф и последний юнит. Надо больше фениксов. Они и наземных, и неназемных валят. Вот это, наверное, кучу ракет запускает. Хотя сейчас и так пониженный. Не буду я это брать. Так, с минус-деньгами начинаем. Кто остался-то? Этих лечим. Этого лечим. Ну, эти вообще нормально себя чувствуют. А, пошли фланги. Фланги. Ну, давай тоже на фланг выкинем у мужиков. Там подальше, в уголок их высадим, чтобы отвлечь всю эту историю. Так, на том фланге ничего нет. Ну, жуков-мустанги перестреляют. И арклайт, и вот это. Все. С этими разберемся. Там жукин и жуков тоже разберемся. В фанге. Есть еще мустанги. Еще мустангов возьмем. С фангами разобраться, пока эти заняты. Я их даже вот сюда поставлю. Всей толпой будут. Вот этих быстро разберут. Поедут туда. Плавилка, плавилка. Уже угасили этими силами. На левом фланге у нас не очень. Надо левый фланг усиливать. Ракетницы. Фанги фангов прибьют. Ракетницы пробегут под ракетами, сожрут. Эти подлетят. А я уже высадил всех юнитов, поэтому не получится. Разбираем тогда. Я хотел танковый апгрейд купить за две сотки. Покупаем его. Этих улучшаем. Ну и этих тоже улучшаем. 137. Четко странная сумма осталась. 137. Ну еще один щит поставим. Так, вот так поставим щит прикрыть. На тот случай, если у него тоже такая вылупилась ракетница, как у меня сейчас была, и он попытается тут всю нашу армию сейчас лупануть. даже арклайт успел погасить немножко жучков. Там жуки пробежали под ракетами, но все равно издохли. Ничего у них не вышло. Плавилка снесла. А, у него там куча лучей-то в разных, по разным целям. Ой, сейчас эти ракеты наших жуков тоже разобрали. О, еще и все горит. Там трандец. Тысяча очков идет. А, у нас тут все сгорело нафиг. И тут еще тысяча очков. Хе-хе. Минус двуха. Даже больше, скорее всего. Ну, вот так вот. Все фигня. Дохнущий арклайт. Лечим. Этих потеряем сейчас. Там еще кто-то вылез. Там у него много мелкоты. Против много мелкоты. И причем еще одна мелкота тут. Нам нужны мустанги, которых мы больше не можем доставать. Тогда достаем арклайтов. Нам туда. грейдем жучков. Тех нельзя заапгрейдить. Давай подземный переход купим. Пусть заскакивают под землю. Возьмем джамп драйв. Хотя, мне кажется, что хороший апгрейд. Можно за полтинник. Вариантов-то немного. Замедление врагов. Вот это возьмем. Быструю мелкоту будут останавливать. Эти не готовые штуки. Погнали. Мустанги перекашивают фланг до того, как там вообще кто-то успел появиться. Наши там вылезли, но особо ничего не успели сделать. Но отвлекли на себя волну атаки. Башню нам уже снесли. Там мы не удержались. И тут Риноб бежит, бежит. Прямо собака страшная ко второй башне и снес ее. И сейчас на дебафах жрет нашу крепость. И трандец. И трандец всему. И трандец всему. Тысяча. Хватит, не хватит? Нет, не хватит. Поражение. Сколько? Девятый раунд. Ну вот собственно та же самая история. Да, первые раунды получилось без ракет. Хотя до этого без ракет не проходили все раунды. Но опять же обновляется игра регулярно. Это же тестовый сервер до сих пор. Вот. В мае, кстати, она выходит. А в итоге все равно такая же история. Но мой рекорд 12 с ракетами. И еще раз я делал 10. То есть у меня два рекорда 10 и 12 с использованием ракет. Вот сейчас я без ракет специально по просьбам трудящихся и смотрящих сделал. Пиши комментарии, ставь лайки. Лайки ставь обязательно. А то игра не будет выходить, потому что не набирает просмотров, когда ты не ставишь лайки. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик. Спасибо за просмотр. И пока.